а попасть во фури тэна это не нелепо чем отчасти пасть фури тэн это правильная игра возможно поспешил тут же минхон можно собрать но к черту минхон 2 зеленый может быть вот здесь лежать я никогда руками соберу а мне уже нужно более-менее готовое решение так что пропускать я не буду фури тэн это не ошибка там было я открылась только ради того чтобы остаться темпай мне нужны были тайлы только для темпая целью моих трепетаний это был темпай чтобы не потерять полторы или там не потерять тысячи при на тэне со своей целью я справился на тэн можно приравнять к двум тысячам потерянным ну ладно хоть мини-пойнты появились мне кажется прислал объявлять каны сейчас мне прислала него чтобы проходить дальше я получил стоимость руки потенциально открылся и дорого там одну-две у меня есть яку то что нужно благодаря стоимости и благодаря открытым двором я сказал справа что он может собирать свою руку она будет более дорогой на самом деле он просто я надавил на него и он начал собирать свою руку в ущерб тому что он может напросить меня в очевидную уроку в очевидную ходницу так ну на первое место здесь кажется не могу рассчитывать игрок справа будет очень сильно втремится меня обогнать погодите он уже очень сильно втремится соответственно значит я сейчас должен играть на максимуме скорости сказал я и потерял ожидание в дырку и вы сказали не значите сказал я и пошел собирать щитой ну что это за рука у него якухай чанта с ожиданием ого хороший тайл вытащил якухай чанта с ожиданием восток или якухай две дворы без чанта он долго думает над этим тайлом это ошибка на самом деле нельзя думать долго на этом очке то есть это тяло полезно он сейчас таки не таял из руки я узнаю в какой ареи ну в какой в каком диапазоне у него таял это мог быть в руке слева собирать походил ученицу странно но он мне похудел не собирать 1 4 соу ну 6 9 пинта он не может а вот хочет вот темпай на якухай тоже меня устраивает продаутов того мало мне бы их улучшить а я кинул а чё я чё-чё теряю что ли какая равенца и кухай или и кухай тэн бы нет только команда пасы направо это я понимаю сумма надеюсь не дорой да не дорой ладно у меня уросу должен что-то сейчас делать так рука нормальная более-менее нужно играть по скорости мой тайм и тоже так думает ну как собирается это может быть даже танец но мне нужна шестерка соу семерка пиноч нужна более пятидесяти пяти тонн а это пон я должен атаковать надеюсь там много пожалуйста ну ладно и кухай дура эх пятьсот очков драные себя в прошлой разочи был а там не все порядка там пятьсот очков обидно ладно блин это очень быстрая тысяча цеплят получили читают еще и шок ну что ж здесь я ошибся должен был нанять четвертое место опять но здесь достаточно странный пон мне кажется от игрока игрок справа сейчас играл очень странно бил пон вышел в темпай конечно но здание достаточно мерзкое у него было ладно здесь я заслужил занять третье или четвертое место точно смотрите он кидает ричи сумаки ли ричи четвертый соу я получаю выпас я выигрыш на аут и кидаю ему выпас он убрал бы и патут сумму девятку соу кстати смешно ладно третье место хотя оно могло быть вторым пока что места 1 4 2 2 3 то есть 1 2 2 4 1 2 2 3 4 сыграно 5 хончанов сыграю еще последний наверное 6 это уже хорошее число даже большое я сказал бы все было стране поиграть но сейчас начал проигрывать немножко хотя смотря то что я проигрываю мне получается вылазить очка получается вылазить очка боже какой же я так грызок рыбалка опасное дело здесь опять какой-то потенциал на чанту почему все время заходит чата ображные руки в начале я не знаю а это еще может быть и цусол это может быть саншоку в манах верю о себе в масти смешанное тройное чоу но открываться я не буду блин эта турка просто сверкает потенциалами собрать здесь либо яйцу либо самочку было бы неплохо есть потенциал и в одну одно яку и на другое сомнение пригодится скорее всего и не кто не в ту яку ой-ой-ой, кто ему кинул ричи, ну, кинул 9 со ему или кинул ему 1 ман, кинул-ка я наверняка 9 со 7 слева кинет единицу свою или 4-ку свою, я бляю чьи, блин, 6-ка ман, я кинул это, я не хочу защищаться, вау, на единица урон, ричидора, а, ричидора уродора, почему я часто не боюсь кидать опасные тайлы, потому что очень много октав, на которые противник может ждать, даже если я разрушу руку и кинул безопасный тайл, у меня все равно в следующей ходе может не появиться безопасных, и так получается, что я просто играю пассивно, и с возможностью все равно проиграть, проще не думать о защите и собирать свою руку, намного проще, чем любой другой стиль, конечно, это черта под черта поражениями, но все удовольствие этой игры в том, что можно и рисковать, и играть защитно, играть как тебе нравится, принимать любые решения, которые тебе хотелось бы, портусы нужно, когда так играешься, осознавать, где риск, где правильно, где неправильно, порой стоит играть агрессивно только ради того, чтобы узнать, что это наказуемо, но не все готовы рисковать, чтобы узнать, что это не плюсово, риски нужно соизмерять, понять, где большой риск, где маленький риск, где какой-то опаснее, насколько он опаснее, очень много игровых нюансов. Ладно, что я с кончалом, достаточно большая дистанция для меня, хоть я с ней справился, у меня есть зрители, которые, по-моему, все 4 часа со мной сидят, я правда не знаю, смотрят ли они уже меня, может они просто здесь сидят или подслушивают меня, мои мудрые мысли. Мои очень мудрые мысли. Почему-то меня никто не накидывает. Дискард напоминает какую-то охотницу на манах. Может поэтому мне не хотят маны кидать. Справа кинул речи. Дядя знает, чем защищаться. Точнее, я знаю, что защищаться, но защищаться опять не хочу. Прям как... Хулиган сейчас кинул, наверное, 3 мановый пацан. Так и сделаю. Зачем бояться? Бояться в наше время не модно. На 9-ку пин тоже я мог сжать игроку справа. Будь у меня и кухая номи, я бы разрушил свою руку. А так как у меня и кухая две доры, я могу и порисковать, и поиграть в игру. Четыре ман. Все еще опасно, но я ее могу кинуть, по-моему. Все потому что читать дискард становится проще. Игрок справа кинул пятерку ман, начнем в руке меньше пятерок ман. Значит, он не может дать на 3-4. Логично? Логично. Кстати, я беру хай-тей, и мне кажется, хай-тей может быть печальным тайлом. Или хорошим. Хай-тей печальный тайл. Он даже немного опаснее. Зря ушел в защиту, походу, делал я. Горок справа ждал на 5-8 пин, но ничто не мешало ему ждать на 3-пин. Прокинув 100 опасных тайлов, я ушел в защиту. Довольно-таки весело, да? Вот, 3-пин реально могла шла идти в рот. Так часто играют, он не скидывал тайлы ниже шестерки пин. Соответственно, ничего не мешало ему ждать возле этих тайлов. Так, начнем поставить. Ничего не буду ставить. К черту музыку. Здесь кинул я. Ну, здесь кинул. А шестерка в дискарде справа. Это все равно равные по опасности тайлы. 9 и 3. Так, это я могу открываться и выходить в темпай. А что если я сыграю неадекватно? Зачем мне это? Ладно, я влючит и выйду в темпай и тянет две доры. Семья кинут в восьмерку слоу, а мне ее не кинут. Понятно. Ну, что ладно. Темпай так темпай. Слева метит в хоингсу на пинах. Помогу ему, собрав с него тайнула две доры. Это ведь нормально, когда один игрок помогает другому. Собираясь друг в другую руки. Я говорю, давайте помогу. О, пины кидает уже. Уже пин кинула. Это что за рука? Что вы изображаете, сударь? Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду эту карту? Олд фэлла. Мне кажется, он догадался о моем темпайе. Хотя нет, не догадался. Пятер Косой является опасным шептайлом. Вот это цума. Так, здесь много тайлов на пересдачу. Но, по-моему, недостаточно, да? 5, 6, 7, 8, 8 с парой. Плюс есть потенциал на пины. Не буду терять на потенциал. Следующий тайл, который меня дает, решит судьбу этой руки. Если это будет тайл краевой, который уменьшит мою шантенну до сбора кокуши, то я начну скидывать пины. Если дает другой тайл, пиновый, или запарится вот эти тайлы, то я буду собирать ханицу. И мне заходит пин. Значит, это сбор ханицу. Бум! Бум! заходит заходит минфон по чуть-чуть важно прочувствовать что такая вероятность есть захода закрытого конец у такое открытие 3 тайла из дискарда еще это было всего лишь бы три шантен до кукши а вот себе вы вышли а это я возьму это очень хороший тайл буду метить в чиницу осталось всего одна семерка пин кстати говоря кстати восьмерка со очень опасный тайл он не пришел очень хороший тайл теперь я и шантенна хони цуноми вау сайч гуд матч плейжер о ну все я не победить это говно 7 пин я не могу эти тайлы просто не могу это смешно кстати реально смешно блин я ж мог кинуть опять все петер ксо накиную а ты что там кушаешь нет я не кушаю я кушал буквально часа полтора за тоже на стриме кстати говоря я просто стоял бэкграундом звук а к детям она может пригодиться идти слов он поэтому не буду кидать какая рука хорошая она была хорошей паной и соки ну пускай моя цель собрать темпай трекаса опасный тайл да ведь у нас да очень а 8 пин норм кухай 3 дура великолепная игра от обзаки на запад я ждал темы другой руки а а а а а а а ну тут уже как хороша но не факт что получится собрать Так, ну как бы это ни смешно не звучало, яйца мана это улучшение руки. Как я руку улучшаю, это да? Блин, что я сделал не так, я скинул 2 мана из 2, 2, 3, 4, 6, 8. 4, 5. Блин, сейчас справа Рич кидает, ладно, я хотя бы успел скинуть 7-ку, 8-ка более безопасная. Против, я опять справа. Видно все восьмерки ман, но не видно девятки ман. Игрок справа может быть сказочный хитер и ожидает на нее. У меня в руке может быть Итсу. Не стоит его терять. Четверка СО будет хорошим тайлом стены. Заходит темпай на пин Фудора. Я вижу, что вышло много мэйх аутов, но я хочу все равно кинуть Рич, чтобы будете попробовать на первое Ричи. И патс урон. Ричи патс пин Фудора, 7-700. На первое не вышел, разумеется, но теперь буду бороться. Тут буду пытаться собрать что-то адекватное, похоже на пин Фу. Попробую еще найти все доры в руке. В руке есть несколько ряманов, это хорошо. Одна дора это недостаточно для меня. Хотел бы получить еще в эту руку единицу СОУ. Так мне получится самочку дора собрать. Повыгал, что у меня игрок справа накинул в патсу. Мне казалось, что у меня максимум в стене 2 аута. Нет, ну не 2, нет, максимум 4. Да, 3 двойки, 1 пятерка, по-моему, так. Хотя, может быть, 3. На самом деле, 2 это уже хорошее число, если посчитать. Сейчас я должен даже, наверняка, не стесняться кидать речи в танки на дору. Нет, ну на тройку ман даже лучше будет кидать речи, если честно. Теперь я кину пятерку пин. Пятерка пин, если я буду жать на 4,7 пин, сброс пятерки является... Для хороших чтецов игры сброс пятерки является знаком, что я жду либо на 1,4, либо на 6,9, но сейчас я жду ни туда, ни туда, потому что у меня отвертены. И семерку пин, в принципе, могли бы накинуть иногда. Это не гарантированное размышление, но оно и работает часто, когда сбрасываешь пятерку, путем, мол, кинуть семерку. А 4-ка ман навекает мне, что я могу кинуть дору отсюда, но я это не хочу кидать. Вышло 3 двойки соу, это больше, чем нужно. Вот так и думал, что зря ты кинул 5 ман. А зачем мне пятерка ман, если у меня пара троек соу есть? Подумай над этим. Петух выпадсу. Пятерка пин, я его сбрасывал, но теперь не хочу сбрасывать. Блин, правильно было наверняка скидывать троек соу, зря скинул 4. Теперь скинут... Нет, теперь 3 кидать точно тупо, потому что это будет плохое. Это будет мертвый вейт. Раз, два, три. Не, одна двоек соу еще оставалась. Север, справа есть дискарди. Я отменю кнопочку, возможность могу выйти в темпай. Блин, это так тупо, я... Какой же я медленный. Но вот этой троек соу я мог бы выйти в темпай. Если я бил бы пон и втянул 6 пин. Но теперь я не темпай. И мой темпай тоже не темпай. А, игрок справа ждет на 5-8. Если я бил бы с него пон и троек соу, кто получил бы эту Дору. Возможно, игрок справа. Но это было бы мне все равно более выгодно. Потому что тогда мой Тойманд дилер потерял бы побольше очков. А если я соберу сейчас Якухай, то я заберу 2300 очков со стола. Время, я получил 2300. Считаю очки со стола. И уйду на первое. Но это мне ничего совершенно не гарантирует, потому что я буду дилером в Воросу. Любое чешуе Цумы. Ярка слева, ярка справа. Любая рука Тоймана. И я падаю на второе. На второе место, которое меня совершенно не устроит. Потому что здесь я играл на первое. Я рисковал, будучи на втором месте. И подобрался ближе к первому. Так, здесь надо скинуть 4 или 6 ман. А в какую сторону смотрит Саншику? Нет, никакой. Какая разница, как бы вторгнуться в Саншику? Если это ищет антенн. Нужен безопасный Тао. Мне кажется, я уже могу. О, прекрасно. Почему без Ричи, кстати? Я сейчас не понял. Мне, по-моему, можно кинуть Ричи здесь. Но Ричи это небольшой риск. Ладно, неважно. Ричи. Мой дискат пока что немного еще говорит. Я мог бы домотенить. Но мне хочется... Сейчас я вам объясню, что мне хочется. Мне хочется, чтобы я в Воросу был... Я чувствовал себя чуть более лучше, чем сейчас. То есть я соберу тысячу эту сейчас. 1300. И я буду пережать Тоймана сегодня на 600 очков. То есть... Тогда любая сумма РК слева, справа или Тоймана позволит мне скатиться с... 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 Первого, на данный момент, на второе. А кинав Ричи, я могу собрать руку намного дороже. Хотя это дополнительный риск. Сейчас Тоймана мне точно не накинет. А дилер, который играет синий слева, он может защититься. Он еще может уйти в защиту. Хотя, кстати, вероятность не стопроцентная. Это еще зависит от его руки. И от того, насколько он адекватный. То есть игрок слева, если меня кинет, он не упадет вниз. Он это понимает. Игрок справа тоже понимает, что если он... Что если он сейчас ничего не сделает, То у него остается всего одна раздача. То есть, грубо говоря, моим противнику должен быть игрок справа. Он будет кидать тайлы опасные. По крайней мере, должен кидать тайлы опасные, чтобы спрятать свою руку. Прой команду. Но это и не так опасно, как могло быть. В принципе, если все останутся на тэна, а я останусь темпай, Тогда я обгоню таймана на... Черт, на 10 очков всего лишь. Но после этого я смогу попробовать помочь игроку справа, собрать руку. Но с вами, по-другому, я все равно проиграю. Ха. Вот и Цума, Ричи Цума и Кухай. Две палочки состава, соберу. Мне даже не нужна Урадора. Спасибо, что не положили ее. 4300. Это уже хорошее преимущество над Тойманом. Но зачем такое преимущество над Тойманом, Когда заходит великолепная рука? Какая же она хорошая? Какая же великолепная рука. Почему такую руку я получаю только на Ордсу, Когда уже ничего не нужно в кончании? Что за люди делить, как мужчина? Иначе я привезу тебя. Как же ее? Ну, это все с вами просто. Я не буду тебя, пожалуйста. Ладно. На, держи его вверх. Он тебя все равно не спасет. Шатер на пинфу. Ой-ой-ой. Ну, скину 7 пин. Мне кажется, 8 пин будет опаснее. У Тоймена интересный дискард. Возможно, у него и Кухай. Какой-то закрытый есть. Он не скинул ни Ветра, ни Драконы. У Тоймена, скорее всего, Либо Юг, Либо Запад. Нет, Запада вряд ли. Либо Юг, Либо Зеленый Дракон есть в паре. Это можно будет проверить в конце Ханчана. Это точно, точно я могу сказать вам. Потому что в таком стиле играют только те, кто цепляется за Яку. Они не кидают Ветра Дракона вначале. Это адекватная игра, но это читается со стороны. Это можно увидеть. Если присмотреться. Вот Пон. Нет. Странно, что нет. Походу, делал у него три уже зеленых Дракона. Блин, мне нужна штерка Пинц. Юг. О, штерка Пинц, спасибо. Теперь я могу открываться. Так я открылся на Юге. Ха. Походу, делал у него есть план Б в виде Четоя. Эта рука еще не выстроит. Эта не быстрая рука. Это Реншантен минимум. Че. Ааа, Кан. О, нет. Unpredictable. Что? Я не могу прочесть руку игрока справа. Шерк, Пинц. Я не могу прочесть руку игрока справа. Он очень хитрый. Очень хитрый. Он собирает то и то и какой-то. Нет, он все правильно делает. Для себя. А мне что делать? Если я останусь на Тен, то выиграю Хан Чан. Три сачку. Так. Семьсо, Семьсо. Блин, Семьсо уже кидает. Не хочется на самом деле. Хотя у меня их пара. А что если он соберет с меня то и то и номи? А это не может быть то и то и номи по определению. Потому что он должен обогнать игрока слева. Если игрок справа должен обогнать игрока слева, значит у него должна быть ценность большая. У него должно быть семерок ман у него нет. Иначе у него той-той и кухай. Блин, но у него... У него ползеленых драконов справа. Походь дело. Той-той и кухай. И он хочет как-то собрать руку под сумму что ли. На зеленом была задержка. Я прекрасно это помню. Так, где-то команда же будет безопасной. Меня можно показать на тен. Четверки ман. Две вышло от одного меня. Я могу его скинуть. Единственное пин. Так, у меня осталось два с носом. Мне нужно просто не проиграть с ними. Четверка ман. На следующий снос я должен найти безопасный Тайл. Семь пин. Проходит. Восток проходит. Единственное пин проходит. Семь пин. Изи. Теперь лишь бы Тойман не взял хай-тей. Он не объявляет ничего. И он на тен. Да, у игрока справа был ползеленых, как я прочел. Пара пятерок пин. Пара пятерок ман. То есть, Килай Акадор я прикрел бы Хан-чан. Ну, блин, я прикрел бы Хан-чан. Нет, я не прикрел бы его. Просто собрал бы игрок с левой, игрок справа собрал бы свои руки с меня. Я стал бы вторым. Ну, что ж, верно, прочитанная ситуация. Мудро ушел на тен. И сослуженно победил Хан-чане. Сейчас у меня места 1, 1, 2, 2, 3, 4. В принципе, это плюсовая статистика. Выиграл 105 поинтов за нее. Шесть манчанов уже достаточно много сыграно. Среднее место. Сколько там? 7 плюс 3. 10, 13. 13 шестых. 2, 16. Среднее место. В принципе, отыграл хорошо. В принципе, сыграл хорошо. Однако, стоит отметить, что там, где я занял третье место, и там, где я занял четвертое место, с левых аниман, справа манган. А, точно. Я же Кадора кидаю. Ну, ладно, я бы не кинул. Вы понимаете. Так вот, я не такой начинал мысль. Там, где я занял четвертое место, и там, где я занял третье место, были хорошие ошибки. Даже там, где я занял второе место, были хорошие ошибки. Но, два моих первых и одно второе место были сыграны более-менее хорошо. Было сыграно более-менее хорошо. Ну, то есть, стрим, можно сказать, считать, что он удался. Я сыграл 2, 16 во втородане. Шесть ханчанов. В принципе, немногим это удается. Просто так взять и сделать. Но, ошибки были. И, на самом деле, хочу вам сказать так, что, если ошибки есть, это хорошо. Тогда есть куда улучшаться. Если я не могу найти свои ошибки, и мне некуда улучшаться, то я просто не совершенствую свою игру, и я остаюсь на том же самом уровне. Когда я могу найти свои ошибки, и могу их исправить, это даже лучше. У меня меняется мышление, я закаляю характер, я понимаю, что где я обосрался, где я не обосрался, где я сыграл хорошо, где я сыграл плохо. Все это остается в памяти. Все это можно запомнить, разобрать. Все это дает мне дополнительные силы продолжать мою борьбу, чтобы попасть в Phoenix Lobby, чтобы получить шестой дан. Сегодня я заработал 100 поинтов, а 6 ханчанов, в принципе, это хорошая, очень хорошая скорость. И еще буквально из 10 таких стримов, если я будет пройдет, то я смогу дойти до шестого данного. А потом у меня будет полгода, чтобы было шестого данного, дойти до седьмого. И я думаю, когда-нибудь я таки дойду, потому что я очень сильно стараюсь. Так, на сегодня стрим я, пожалуй, закончу. 6 мест, 6 ханчанов, точнее. Вот так сделаю. 6 ханчанов достаточно много. Спасибо вам всем за просмотр, спасибо всем, кто держался все эти 4 часа со мной. Надеюсь, я, ну, если чему-то вам не обучил, то хотя бы вам нравилось смотреть, как я играю. Нравились, вы слушали мои размышления, сами что-то для себя черпали какую-то информацию. Какие-то ошибки тоже мои видели, мы их обсуждали. Еще раз спасибо за просмотр. На сегодня все. Подписывайтесь на мою группу, буду рад вас там видеть. Всего доброго.